День в день, час в час, минута в минуту, радио, Болтком. Утро на Болткоме. Снова, 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 снова доброе утро. 6 мая, Александр Шунин в студии, в зуме Олег Пека. И к нам присоединился уже новый, очень, очень важный гость. Это глава Оргкомитета хоккейного чемпионата мира 21-го года в Риге, Эдгарс Бунцис. И с Эдгарсом мы обсудим готовность площадок к чемпионату мира. Ну, прежде всего, вчера появилась информация о том, что на новой площадке, стадионе Даугави, уже приступили к работе холодильные системы. Завтра этот объект должен быть сдан в эксплуатацию. А сегодня торжественная сдача Олимпийского центра и арена Рига. И вот насколько готовы площадки, насколько готова прочая инфраструктура к приему гостей. Кспин Бунцис, доброе утро. Доброе утро. Самое главное, действительно, давайте оценим на данный момент, буквально за пару недель до начала чемпионата, насколько все готово. Если мы говорим насчет арены Рига, сегодня уже сборная Латвии тренируется. Все, в принципе, готово. Как я уже вчера с коллегами говорил, мы готовы здесь чемпионат начинать завтра. На Олимпийском центре лед готов, борта готовы. Сейчас идет работа над трибунами и раздевалками. Если говорим насчет Далгова, вы правы, вчера включили охладительные системы, сегодня должны включить вентиляцию. В принципе, в субботу, если все идет по плану и все хорошо, в субботу начинаем готовить лед. Ну, учитывая, что чемпионат 21 мая, время действительно в обрез, ну, хорошо, не пара, а три недели полных, возможно. А как вы можете прогнозировать, все ли будет гарантированно готово? И, ну, не 21 числа, там, накануне, заранее еще же нужно все проверить. То есть, все в порядке? Я считаю, что все в порядке. Конечно, насчет Далговой вопрос все еще открытый, потому что идем шагом за шагом. Но я думаю, что 15 мая лед и на Далговой будет готов. И мы начнем тренировки Далговой со всеми сборными, сборными и командами, начиная с 18 числа. Господин Бонцис, а вот скажите, пожалуйста, ведь были задержки, то есть, в принципе, в марте еще планировалось, но вот сдача. Вот что вызвало такое, эти задержки и как удалось решить эти проблемы возникновения? Вы знаете, Федерация Хоккей Латвии и мы, как комитет, прямого влияния на процессы не имеем. По той причине, что это государственный проект, это государственная структура, стадион Далгова. И учитывая, что там европейские еще фонды включены в этот проект. Вы знаете, наверное, я скажу так, что много таких нюансов, которые я со стороны вижу, которые могли повлиять на весь проект в принципе. Но более детально, наверное, будет правильно, если спрашивать у руководителей национального комплекса Далгова и строителей. Но я думаю, что это сочетание многих факторов, которые просто повлияло на весь процесс, ну, наверное, уже начиная с осени. Ну и наверняка один из этих факторов определенная непонятка, которая была с Минском. Я думаю, нет. То есть в любом случае, когда мы соглашались на, как сказать, на руководство, не руководство, а организации чемпионата, заявку мы подавали вместе с Минском. И все равно, в каком случае, Далгова была предназначена в тот момент, как тренировочный комплекс. И Минск никаким образом не влиял на строительный процесс. Напоминаю, с нами глава комитета хоккейного чемпионата МИР 2021 года Эдгар Бунцес. А какие-то делегации, проверяющие из Международной Федерации Хоккея, они уже были в Риге или в ближайшее время приедут? Вы знаете, все эти 100 дней с момента решения, что чемпионат будет в Риге, мы работаем очень тесно с Международной Федерацией Хоккея. И все время кто-то здесь. И в данной ситуации даже 5 коллег из Швейцарии в Риге работаем вместе. И работают они тоже со своей стороны, не только как инспекция, но также как и, скажем так, коллеги, которые, как и мы, сами принимают решения, работают, смотрят, действуют и готовимся все вместе. В какой-то момент вы говорили о том, что есть план Б на случай, если вдруг что-то пойдет не так. Остается ли он в силе, как резервный вариант? Вы знаете, ну, конечно, должны что-то учитывать. И, как говорит Вестус-Козел, коллега из Федерации Хоккея, никто не отменил законы Мерфи. И это всегда нужно учитывать. Этот план Б как бы есть, но, конечно, он, если так сказать, ломает всю систему, которую мы готовим, особенно логистику, несмотря даже на то, что, может быть, этот вариант не соответствует по размерам площадки, по качеству льда или другим инфраструктурным вопросам. Но самое главное, что учитывая, что команды будут жить в очень таком сжатом пространстве и плюс дополнительно организовывать логистику, дополнительно сидеть в автобусах, конечно, во время чемпионата это скапливается. И очень-очень не хотелось такой вариант рассматривать и работать, потому что опять и опять самая главная задача – нам нужно провести 64 игры, 6 июня играть в финал, и чтобы все эти команды чувствовали себя как можно лучше. Скажите, когда действительно произойдет сдача объектов? То есть как будет происходить прием? Я знаю, что строители уже ведут коммуникацию с соответствующими органами и властями. И я не знаю реально, удастся ли я это завтра сделать, но я думаю, что на следующей неделе обязательно это сделаю. Это можно сделать, и я надеюсь, что это будет сделано. Насколько сложно было перестроить Олимпийский спортивный центр под нужды Чемпионата мира по хоккею? Вы знаете, эта визия у нас появилась в сентябре. И технически, я думаю, что не очень сложно. Если все правильно сделать, и слава богу, у нас получилось, скажем так, по конкурсу и тендеру выбрать компании, которые понимают, где они, почему они здесь и как это сделать. Я думаю, что, конечно, в Олимпийском центре мы не сделаем, и это невозможно сделать 10-тысячную арену, но для Чемпионата мира в этих условиях, я думаю, что это будет очень даже красивое решение не только для хоккеистов, но также и для телевизионного экрана. Соответственно, потом все переиграть обратно тоже будет технически и финансово не очень сложно. Конечно, конечно. Как я говорил, мы выходим как большой фестиваль, выстраиваем то, что нам нужно, и фестиваль закончится 6 июня, и после этого мы все убираем и уезжаем домой. Насколько отсутствие зрителей для такого большого мероприятия будет проблемой для самих игроков, хоккеистов, которым нужна поддержка своих болельщиков? Ну, конечно, эмоции. Это эмоции, конечно, игроки ведь играют для зрителей большинство, и эти эмоции будут не хватать. И, конечно, в данной ситуации очень жалко, что ситуация в мире такая, и в Латвии такая. Кто знает, когда следующий чемпионат будет в Риге. И поэтому, конечно, жалко, но, опять же, ситуация такая, какая есть. В прошлом году чемпионат не выходил в Швейцарии, и в этом году для хоккейного мира, скажем, для хоккейного сообщества этот чемпионат очень важный. И я надеюсь, что все пройдет в хорошем уровне, и все будет хорошо. Ну, мы просто свято верим в это. В конце концов, предыдущий чемпионат в Риге тоже позволил мелькнуть имени латвийской столицы во всемирных масштабах. И, в общем-то, это получилось очень все позитивно. И напоминаю, с нами глава комитета хоккейного чемпионата мира 21-го года Эдгар Бунцес. Скажите, пожалуйста, приедут сотни игроков. Вы сами упомянули различные ограничения, и как это отражается на чемпионате мира. Как будут осуществляться медицинские проверки игроков, и наверняка же как-то тоже есть план «Б» по заменам в каждой команде? Да, по спортивным правилам поменялось тоже на этот чемпионат количество игроков в заявке. То есть, учитывая ситуацию, каждая команда дополнительно может заявить как трех игроков. То есть, из 25 выросло до 28. Если мы говорим о медицинском и ковид-протоколе, если мы можем так говорить, то это начинается уже, в принципе, с 11-го числа. Команды начинают тестирование на своих базах. Прилетая в Ригу, они должны иметь, каждый, кто прилетает, должен иметь негативный тест не больше 72-х часов по приезду. Сразу после приезда команды сдают тест здесь на месте, и мы, всех тренеров, всех-всех-всех, кто приезжает с командой, начиная с 16-го числа, они идут в самоизоляцию на 2 дня, 16-го и 17-го. То есть, все происходит у них в комнатах. Даже питание, все остальное мы их не выпускаем из комнаты. И начиная, то есть, с 16-го тест, 17-го тест, 18-го тест, 18-го они могут начинать тренироваться только в команде. И команда в гостинице тоже передвигается только командой. То есть, одна команда идет питаться, другая команда выезжает, и планируется так, чтобы команды между собой не встречались. 18-го тренируются, 19-го тренируется тест, 20-го уже тренируемся здесь на обеих аренах. Тест и 21-го начинаем чемпионат. И после этого каждый третий день команды будут тестироваться на COVID. Кошмар, конечно, как все это сложно. Ну и наверняка посменное обслуживание этих команд подразумевает какую-то эпидемиологическую обработку тоже помещений. Конечно, конечно. Если мы говорим насчет арены, здесь так называемый, мы называем этот пузырь, красным пузырем, где находятся спортсмены и тренера. Красный пузырь на аренах работает с 7 часов утра до 12. То есть, это значит, что в этой зоне будут находиться только спортсмены и тренера. И только ночью с 12 ночи до 7 утра мы можем сделать здесь полную уборку и все остальное. Но в командах внутри есть человек, который занимается дезинфекцией. И это контролирует не как бы, а это контролирует технацию, чтобы процесс проходил уже во время тренировочного. После тренировки и перед игрой. Будет ли как-то физически ограниченная территория вокруг Олимпийского центра и арены Рига, чтобы создать действительно тот самый пузырь? Да, с 12-го числа полностью закрывается вся территория вокруг. То есть, Олимпийский центр и арена Рига вся эта территория будет закрыта забором. И охранники будут, то есть, при въездах и контролировать. Если мы уже говорим насчет приближения чемпионата, то до 14-го и 15-го числа мы будем делать тестовые игры Латвии против Швейцарии. 14-го числа играем здесь, на арене. 15-го числа на Олимпийском центре. А журналисты, которые приедут освещать чемпионат, их будут держать отдельно, чтобы они не пересекались с игроками? Конечно, конечно. Журналисты живут отдельно. Для них тоже каждый день, чтобы упасть на арену, должны сдавать тест. Антиген-тест, то есть, это быстрый, который 15 минут, но это обязательное требование. Если мы говорим насчет интервью, которые, например, находятся на арене, тогда так называемые флэш-зоны и микс-зоны не будут работать, как это было в прошедших чемпионатах. Все организуется таким образом, что после игры сразу будут возможные интервью, но очень лимитированное количество. И после игры отдельно два игрока и тренеры выходят на специальное помещение здесь, на арене, в красной зоне, где будет проходить видеоинтервью. В формате видео, наверное, это зум или что-то похожее, где уже журналисты смогут задавать их интересующие вопросы, неограниченные. Эдгар, огромное спасибо. Я слышу, что у вас параллельно звонки. Я понимаю, сколько дел скопилось и сколько еще впереди. Благодарим за то, что нашли вот эти 15 примерно минут пообщаться с нами. Напомню, мы беседовали с главой Уркомитета хоккейного чемпионата мира, 2021 года, Эдгарсом Бунцесом. Эдгар рассказал о том, как идет подготовка к чемпионату мира в Риге, что будет ограничено. Конечно, текстовую версию потом, чуть позже, можно будет прочесть на портале MixNewsLV. Эдгар, еще раз спасибо огромное. И успех и вам, и вашим коллегам, и, конечно же, нашим ребятам на чемпионате. Спасибо. Спасибо вам. И, наверное, на этом будем прощаться. Да, будем прощаться. До завтра. Олег, тоже большое спасибо. Сегодня такой эксперимент. Олег тоже был по Зуму, а я в студии один. Ну, ничего. Такое время очень интересно. Экспериментируем. Это не безинтересное все. Хорошего всем дня. Напоминаю, сейчас пока еще светит солнце, но, по прогнозам, буквально через час дожди и похолодание легкое. Но, в целом, по Риге сегодня будет около 8-9 градусов. Хорошего дня и встретимся завтра утром. Утро на балконе.